По словам замминистра Ольги Баталины, Россия из большей степени вероятности не удастся выйти на предусмотренный наш проект по демографии. Показатели порождаемости ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни рождаемость в орфе падает уже несколько лет и этот ряд не дается переломить с помощью пособий выплат. Выбычай это! Ну что, издевайтесь что ли над нами? Какие хрен пособия? С какими пособиями заниматься сексом? Помните, за что сняли ведущую? Она не знала, что снимает ведущая телеканала. Когда она назвала несколько жалких цифр, которые прибавили. Как она хохотала, она не знала, что не выключили камеру. Вот, ну вылетела с работы. Вот, хотя зря. Вот, ну хорошо, что я ни где не работаю. Смертность остается на высоком уровне. А продолжительность здоровой жизни растет медленнее, чем хотелось бы. Вот смотрите. Значит, нам уже ловить нечего. Вот, если стало, это самое, было плохо, стало хуже, хуже, хуже. Ну, сами понимаете, или страна развалится, или это самое. Ну, политику мы не будем. Наши дела выживать. Каждый из нас должен о чем думать, да? А вот об этом. Вот такие девочки, они сейчас становятся взрослым возрастом, ну, не совсем половозрелыми, скажем так. Почему? Потому что физические нагрузки нужны и мальчикам, и девочкам в одинаковой степени. Это, от этого растет и созревает организм. В том числе и эти клетки, и все, что надо. Вот, чего нет, того нет. Вот, я всегда говорю так, если я морчу по-стариковски, если я читаю мораль, имею ли я на это право. Вот эта Санька учится танцем, за мой счет, естественно. Откуда у современных родителей могут быть деньги. Вот, и призы берет. А медики обследуют. Я общаюсь с врачами, с учителями. Ни одного здорового первоклассника. Как это случилось? Ну, в данном случае главная причина – отсутствие свежего воздуха. Много чего. Отравленная пища, отравленный воздух, отравленное, это самое, это все, что можно, отравленное. И вот получается, что, а такой пример, я имею право поговорить, куда я денусь, да? Вот. И это, потому что, и это моих рук дело. Я имею в виду воспитание. И получается следующее. Вот. И вот девочек хорошо тепло одеты. У нее органы размножения развиваются более-менее, учитывая, что танцы, где, при каждом возводном случае, деревня, дача и так далее, да? Вот. Дальше хуже. Внимание, ребята. Вот. Однажды, несколько лет назад, а я очень наблюдательный в этом деле, последние 5-10 лет в стране произошла не революция, нет, и не эволюция. Эволюция – это когда развитие идет. А здесь, получается, деградация. Ну, для начала факта, смотрите. Вот это было в октябрь, да? Середина дня. Видите, это самое, тень. Вы же догадались. Вот. Что это полдень. Мы всегда полдень ходим. Вот. Вот это вот. Началась зима, 23 ноября. Вы найдите хоть одного этого. А ведь это огромный микроорганизм. Знаете, как он называется? Центральный. Здесь умудрились, не жалея, этот случай уникальный, не жалея земли в центре города, а вокруг 5-9-этажки, вот так, со всех сторон, буквально. Вот. И нет ни одного ребенка. 23 ноября. Сейчас поймете, к чему я говорю. Там вывод у меня жуткий. Так. 8 декабря открылся каток. Ну, смотрим. 11 декабря. Вот видите, рукой машет. Полдень. Почему? Вот вы сменуете. Вот. А вот здесь вот суббота. Кажется. Ну, то есть выходной день. Поэтому еще и Сеньку взял, потому что он не в садике. Вот. Сколько здесь детей? А ведь это центр города. Вот. А ну, взяли на следующий день, поехали в этот самый. Да. Это значит была суббота, по-моему. Да, это воскресенье. Вот. Физическая работа. Смотрим дальше. Сегодня. Что же стоит? Это же сегодня? Да, сегодня. Сколько? Вот один чистит снег. Все. Для кого он чистит снег? Опять полдень. Ну, вторую смену успеваем. Вот. Вот это он. А теперь имели право говорить такие речи, выступать, проклятать вот эту. Та замминистра, она... Понимаете? Я ее не обозвал. Я просто случайно постучал вот так. Она даже не... Она консидерфакт, но она не знает, как из этого выйти. Из этой задницы. Я вот так символически говорю. Имею право говорить, если сколько... Он, столько же я там. Сколько вы там увидели взрослых парней, взрослых? А? Имею право так говорить? Первое городское. Клуб моржей. Вот. Есть среди молодежи старожилов. А я с железом стал моржом и так далее. Это телевидение. Значит, это я не болтун. А это снова дети. Вот. Все эти годы они со мной. А теперь я что хотел сказать. Пусть я немножко отвлекусь. Ребята, когда в Китае, там все-таки, как старый большевик, гордится этим лет, не знаю. Воров расстреливают, командуют коммунисты. Ну, как получилось, что Китай закупал на Дальнем Востоке, пока еще были живы, а раньше было много плодопитомников, он закупал материалы настоящие, то есть саженцы настоящие. Еще не вот эти вот, сейчас же, знаете, с кем я разговаривал-то, Виталий, с тобой, значит, ты живешь в этом, в Амурской области. Вот. Что ты мне сказал? Ты мне сказал, что привезли саженцы. Я забыл, то ли с Узбекистана, то ли с этого, то ли с Молдовы. Ну, представляете, где Амур, где он, этот самый, где этот самый, Виталий, Сан. И вот получается, что китайцы закупали и раздавали людям. Почему? У них была программа здоровые фрукты. Нас они завалили, какими? А у них была программа, чтобы каждый китаец вырастил сам себе садик, сам себе. И ел здоровые фрукты. И они все скупали, понимаете? А за ними Монголия, я тоже познакомился мне с Монголией. Мы хотим то, мы хотим то. Говорю, у вас свое должно быть. Да, ну, это, нам деньги дали, дают все. Вы дали, это якобы, верьте, не верьте, но якобы так. Нам дают деньги, мы эти деньги поворачиваем в сад, нам прощают. То есть, она мне звонит, пишет, Константинович, высылайте мне все. Я, 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 трачу деньги, но казенные. Я это выращу, и все. Я уверен, что вырастет. У меня Монголия. Вот это да, а у нас, вот, это я не вам, это я вот этим, вот. Вот. Какое повышение это. Понимаете, с каждым годом будет все хуже. Вы переломить, может, придать все как? Сами, сами, сами. Видите, где-то в письмах мелькают мои эти собаки. Вот. Ну и, наконец, дальше будет вывод. Вот. Касаясь таких детей, пока еще, они еще способны вырасти. Внимание. Бешеная энергия жизни заключена в свободно болтающихся, проветриваемых и охлажденных яйцах мужчин. Я применил термин яйца, но он научный, извините. Он научный. Вот. Говорит гениталии, половина меня не поймет. А яйца все поймут. Вот. 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 Свободно болтаешься, про это я хуже. Если к этому не вернемся, в следующем поколении не способно будет зачать даже. Не то, чтобы выкормить, вырастить. Вы что? Надо деньги заработать. Ведь ни на что не годное поколение. Оглянитесь вокруг. Вот. А к кому я обращаюсь? Где-то, когда-то кто-то с высокой трибуны должен сказать. Так далеко дело зашло. Речь идет о безопасности государственной. О государственной безопасности. Вот этот постулат. А дальше за этим последует. Долой трусы, одеваем юбки. Вот. И будет отдельный у меня фильм про это. Я не шучу. Не для того, чтобы стать геями. А наоборот, чтобы не стать геями. Вот так вот везде и всюду. Все наоборот. Мужчина, что свободно болтающими яйцами, никогда не станет геем. У женщины органы размножения запрятаны. У мужчины наоборот. Это опасно. Это смертельно опасно. Но они должны быть наружу. Так придумала природа. Вот так вот. Захотел, высказался. А там можете вот так делать. Это дело ваше. Вот. Проходите ваше. Спасибо. Редактор субтитров Н.Александрова